ну что приветствую вас мои родные любимые и сердце моему все дорогие люди братья сестры христолюбцы не только всех кого я знаю все кто впервые может быть увидит этот ролик с кем им поделиться мне 35 лет почти 8 лет назад домой я покаялся изменил свою жизнь на что ближним тебе тоже мой друг три месяца меня не было в интернете сейчас я нахожусь прекрасном и славном городе базулуки в оренбургской области центр россии кто не знает здесь я уже полтора месяца два месяца был в краснодаре уехал пока из своей деревеньки там все оставил но сейчас я здесь я шел прогуляться сегодня воскресенье 15 сентября по моему тут за домом такие небольшого пользы есть город сто тысяч населения пока здесь работаю меня пригласил компаньон моего старого друга ну и теперь я хочется верить надеяться что этот человек тоже стал моим другом а я его здесь я пока работаю ну и кто знает мои проповеди в интернете я несколько лет записывал и беседы и по писанию я новый завет целиком записал на христолюбие на лаве я стал писать такие называл огородно-нагорные проповеди сейчас я вот тут тоже сижу таком может быть плохой звук я честно видео спонтанное сегодня мне звонил один человек брат во христе с америки я почти ни с кем не общался эти три месяца я ничего не читал ну религиозного ничего не слушал никого не почти ни с кем не общался все несколько человек не звонила ну я общался со старыми близкими моими родными по духу мне людей которых я нашел за то время проповеди ну и сегодня вот пошел прогуляться сейчас за 3 4 4 часа почти взял с собой смартфон естественно ну как телефон батарея почти разряжена но господь побуждает меня записать этот ролик i'll be back я возвращаюсь я не знаю как это будет выглядеть сейчас может быть будет не супер качественный ролик по звуку потому что ветерочек вот такой ветер обычно не видно но он есть может быть будет не супер звук я ничего с собой не брал то микрофонов как обычно это всего там понакупил тогда вот рукой держу смартфон это не очень удобно обычными было это палка ну ладно я не хочу сегодня много говорить и не получится потому что батарея скорее всего сядет но наверное я выложу этот ролик из сегодняшнего дня я возвращаюсь я конечно с много работу работу я как это называет 24 на 7 хотя при этом я холост и с одной стороны как раз у меня должно оставаться времени для чего-то еще кто-то его посвящает семье там близким друзьям нет по сути не комасов посвящать ну в общем будут стараться писать за эти три месяца кстати все равно много мне писала людей ну немного как много да много понятия относительно растяжимое и социальных сетях искать и кто-то пытался позвонить я не всем отвечал то есть я почти никому не ответил и всего нескольким людям это по сути даже случайно благодарили меня за те проповеди что я писал за те слова за те и может быть где-то я перегибал палку но все-таки обличал все это все это надуманное придуманное мировоззрение которое не делает человека не на грамм счастливее не знаю что он будет слышно пирог все-таки поднимается ну продолжать писать я попробую вот наладе такие простоте в описании я пока вряд ли что-то буду читать там кто хочет что-то послушать особенно по евангелию у меня есть канал христалюк ссылки в описании под роликом на сайте который я делал христалюк кому интересен новый завет вычитать вместе со мной то пожалуйста это сделал прибавить мне там особо сейчас нечего ни об одном своем ролике я на данный момент не сожалею как я говорил последнюю саму ролики на свидание по моему все я то же самое что я исповедую я исповедую что однажды 2000 лет тому назад господь являлся во плоти и как истинный настоящий учитель дал пример в себе жизни каждому человеку я не верю в какой-то там искупление грехов вот это все я верю что господь как настоящий пастырь настоящий учитель вождь отец старший брат показал нам будь своей будь жизни каждого человека будь совершенства в любви к человеку образу и подобию самого творца и в том что бог имел плоть нет ничего удивительного не вмещающегося в голову и сердце человека потому что мы созданы по его образу его подойдут это великолепно заодно только это сердце наполняется счастьем и радостью ну вот так вот вот опять что-то говорить что-то записывать чё-то что-то не знаю насколько нибудь длинными поэтому кто хочет по новому завету кто еще кто читает евангелие кто его кто через него пришел возможно к истине но я всех приглашаю на канал христолюб там от всей евангелия все послания но и в общем все писания корпуса под названием новый завет у меня записан там не есть вплоть до книги откровения кому интересно поэтому сейчас не особо писали ничего писать записывать ролики не есть у меня канал беседы где мы тоже и писание читали и в свободной форме общались и плакались и радовались разное там есть на лаве на лаве я как-то стал по годам делить но так как когда-то закончились не успех начаться там 17-18 но скорее всего я вот уберу а есть общий плейлист назвать первый круг сейчас мы второй круг я немножко тоже поменялся начале июня был такой переломный момент очень сильно тоже в моем возрасте духовном и поэтому возможно вы увидите меня немножко другим опять же сказал что из победу я верю что господь будет всегда посередине человек чисто своего творения не только внутри сердца внутри сердца где его царства но и внешне поэтому я верю второе пришествие бога воплоти когда мы все будем с ним и видим этим образом что я верю во что исповедую для меня слава бога иисус христос истина любовь это синонимичные слова а точнее на 1 даже тождественные наверное более правильное слово это равенство слова одни и те же со временем они у человека соединяются вот наверно все знаете как я люблю грандеть такой первый ролик на лаве я группу делю кто хочет тоже конечно я прошлый корпус прошлых видео много я ссылался написание я думаю что с этого дня вы не часто будете слышать что это будут цитировать и даже подтвердить ссылаться или давать как-то ссылку на свои слова неважно кто это сказал истина не принадлежит никому если не есть бог он свободен и мы все свободны и любовь она дарит все бескорыстно и просто поэтому вы знаете в древности говорят что все таки по большей части когда кто-то что-то писал чтобы его труд пошел вперед он даже специально подписывался чужим именем известным лишь бы дошла его информация так вот сейчас наоборот мы готовы что-нибудь своровать и лишь бы своим именем написать не важно кто это сказал если это истина какая разница так что я не сильно буду утруждаться вспоминать где я это помню откуда не важно кто это сказал если это истина вы об этом знаете истина внутри нас она не внешне ее не надо сравнивать с бумажкой ее надо сравнивать со своим чистым сердцем а сердце очищается делами добрыми поступками добрыми словами и вежливыми и благодарственными и радующими и за чувствующими ветер какой сильный не знаю чего там слышите ну вот так вот стараюсь конечно буду писать качестве наверно чтобы не задушить этот порыв лучше хлеб даже с плевелами пойти истать колонку я решил записать пока я дойду до дома пока заряжу найду свои микрофоны тем более я уехал в дороге но кое-что я взял там понятно неяснил какой оборудовании не знаю как часто я буду писать на самом деле уже осень середина скоро начнется пасмурно дожди плюс целыми днями я работаю в офисе основного поэтому может быть буду писать дома не знаю как я вам всем очень рад я снова открыт для общения единственное время не так много но переписка я буду переписываться по скайпу я по возможности буду отвечать потому что прихожу я влю поздно выходные бывают тоже даже у меня заняты поэтому я ничего не буду обещать но со всеми радостями печальными вы всегда можете ко мне обратиться я всех люблю и всем очень буду рад что наверное на этом все пишите свои комментарии ставьте лайки кто рад моему возвращению пишите комментарии подписывайтесь на канальчик домой там кстати есть колокольчик о поповещении чтобы вы всегда сразу видели мои выпуски в принципе можете писать вопросы какие-то там свободной форме хотя если честно я ни с кем больше не буду ни описание ругаться ничего это выяснять особые комментарии давать особенно сейчас пока на лаве я просто буду говорить от сердца сердце вот и все ну как и раньше это дело но я думаю что кто знает мои прошлые пропуги или будет их слушать и я их все оставлю естественно не не за что я говорил стесняться или наоборот стыдиться я самых первых роликов всегда говорил об одном истинно просто люби ближнего будь счастлив радуйся жизни долго терпи уповай смелым крепким если даже тебе будет нужна умереть за истину умри за нее будь тверд даже до смерти и смерти крестный ну ладно все всех нежно обнимаю крепко-крепко обнимаю нежно целую пока пока до встречи следующих ролика